Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем обзор конструкторов Лего. Лего это торговая марка, которая занимается выпуском деталей для сборки и моделирования различных предметов. Название торговой марки Лего произошло от двух датских слов «леггот», которые обозначают «играй хорошо». В 2001 году было запущено новое направление в Лего Групп – Лего Бионикл, созданное для детей от 7 до 16 лет. Идея данной серии основывается на более ранней серии Лего Слайзерс, однако фигурки стали больше по размеру и более гибкими. Ну а сейчас поговорим о Страже Льда. Эта гроза заснеженных равнин – новинка года Лего Страж Льда, разработана по мотивам рассказов о заснеженной части Акота. Безжизненная ледяная пустыня приютила сразу нескольких великих воинов. Одним из них и стал наш грозный герой. Его лицо навсегда скрыто под священной маской, выкованной некогда Экиму. Тело, покрытое непробиваемыми доспехами, навсегда сковал вековой холод. Однако в ледяном сердце горит неукротимая ярость. Свою территорию воин готов защищать от любого противника. Игрушка Страж Льда обрадует истинных поклонников серии Лего Бионикл. Игрушка выполнена с учетом описаний встречающихся в фантастической истории. Герой вооружен бластером и мощной ледяной пилой. Используя сверхпрочный диск, он прокладывает себе дорогу сквозь снежную толщу. Пушка же помогает справляться с врагами. Всего один снаряд способен заморозить даже исполина. Всю эту мощь герой Страж Льда намерен направить на враждебного паука. Серебристый монстр не собирается уступать и ему придется испытать всю ярость грозного воина. На стороне Стража сама природа окота. Самый сложный момент, пустыня пробудится, послав непрошенному костю свое ледяное дыхание. Играя в конструктор Лего, можно сложить какой-то предмет, пристроить его к другому предмету, перестроить или разобрать, а потом вновь сложить новый предмет. Такие игрушки развивают двигательную способность, мышление и чувства. Играя в компьютерные игры со стремительной сменой сюжета, перегружается психика. А играя в конструктор Лего с выбранной вами скоростью, можно придумывать свои сюжеты и собирать новые игрушки и детальки снова и снова. Субтитры создавал DimaTorzok